Такая вот сегодня у нас тема «Церковь. Ее смотреть, в нее ходить или ею быть?» Затянувшаяся эпоха карантина поставила новые вызовы перед Церковью и обострила существующие проблемы. Особенно ярко проявился недостаток посвященности церковному общению. Многие ушли в глубокое YouTube-подполье и до сих пор не могут выйти из него. Нам и раньше не хватало близких взаимоотношений, а теперь это чувствуется особенно остро. Я давно у вас не был, но мне кажется, у меня такое ощущение, что у нас похожие проблемы. Поэтому сегодня Господь побуждает нас размышлять о сути церковного общения и восстанавливать его качество и глубину. Мы сегодня будем размышлять о христианском общении. Мы рассмотрим вопрос самой природы Церкви. «Кто такое церковь? В чем ее сущность?» Надеюсь, вы понимаете, что церковь — это не мероприятие, которое можно, например, просто посмотреть по YouTube. Необходимо физическое собрание, общение, контакт, взаимодействие. И причина этого в самой природе Церкви — как отношение любви между учениками Христа. Мы с вами прочитаем некоторые отрывки. Мы начнем с 15 главы Иоанна. Вы знаете это место, где Иисус говорит о себе как о лозе. Это такой еще древний ветхозаветный образ Божьего народа. И когда мы будем читать, обратите внимание, как Христос здесь показывает связь между нашим пребыванием в Нем. Помните, да, эти стихи «Прибудьте во мне, я в вас, я лоза, а вы ветви». Но обратите внимание на связь между нашим пребыванием в Нем и в Его любви, и как это связано с любовью между нами. Давайте подумаем об этом, когда будем читать. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в моей любви». И теперь смотрите, как развивается дальше мысль. «Прибудьте в моей любви». И дальше в следующем стихе Иисус как бы отвечает на вопрос, а как это сделать? А как пребывать в Его любви? «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви». И тут у слушателей и читателей может возникнуть еще один вопрос. А какие заповеди? Или, ну, начиная с какой, какие приоритеты? И в 12 стихе Иисус как бы отвечает на этот вопрос. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Ну, мы понимаем, что заповедей много разных, но все они как бы резюмируются в двух главных — любить Бога и любить ближнего. И тут Иисус вот все это связывает воедино. Наша любовь к Нему проявляется в послушании Ему, а послушание прежде всего в чем? В любви друг к другу. Итак, вывод. «Прибывать в любви Христа значит любить друг друга». Братья и сестры, мы любим друг друга. Давайте, как бы, ну, каждый сам себе будет задавать этот вопрос. А как это оценить? Как определить? Для этого нужно понимать, что значит любить друг друга. Новый Завет дает нам примеры любви в Ранней Церкви. Мы прочтем еще один отрывок. И когда мы будем его читать, обратите внимание на все слова и выражения, которые указывают на близость, общность, взаимоотношения. Это пример из жизни ранней первоапостольской Церкви, вторая глава Деяний. Итак, ну, я как бы выделил эти слова уже для вас, прочитаем. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба». Что такое преломление хлеба? Это совместные трапезы. И в молитвах все это подразумевается в контексте. Это были совместные действия и учения совместные, и трапезы, и молитвы. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли». Вот интересное слово «разделять». «Общаться» и «разделять» — это синонимы. Потому что сегодня в современном нашем языке под словом «общаться» или «общение» мы часто подразумеваем «поболтать». «Пообщаться» — это «поболтать». А в оригинале и греческое слово тоже буквально это означает. От слова «общее», то есть когда мы что-то разделяем, время, например, ресурсы, материальные, как здесь, материальные средства, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. Обратите внимание на вот эти две формы существования церкви. Такая большая, корпоративная, публичная в храме. И каждый день по домам. У нас бывают малые группы. Ну, обычно раз в неделю. Кто ходит на малую группу раз в неделю, тот большой молодец. А тут каждый день, представляете, каждый день общались по домам. Преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых. И я специально привёл как бы синодальный текст, там ещё вот это слово к церкви, но его зачеркнул, потому что в оригинале этого слова нет. Это такая важная деталь, я потом прокомментирую её. То есть во второй главе Деяний слово церковь не упоминается. Это немножко связано с пониманием самого термина церковь. Мы потом к этому вернёмся. Итак, ну вот такая вот картина. И ещё один стишок, догонку из четвёртой главы об этом же. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее». Ну, может, вы знаете, там исторический контекст особенный, да, то есть в Иерусалиме, в Первой Церкви так случилось исторически, что после Дня Пятидесятницы там были тысячи паломников, которые пришли, и тут они услышали проповедь Петра, покаялись и остались там, не имея как бы ни жилья, ни средств к существованию. И поэтому у них такая была особая материальная нужда. То есть, наверное, это Библия не пропагандирует здесь, что вот у всех должен быть такой коммунизм, как некоторые комментируют. Но, тем не менее, даже несмотря на вот этот исторический такой фон, да, всё равно вот этот принцип, он остаётся универсальным. Насколько они пребывали вот в таком близком, тесном общении, и, как мы уже сказали, слово «общение» — это не просто поговорить, да, это глубокое вот такое вот близкие взаимоотношения, взаимопомощь, общение и в материальном, и в духовном смысле и так далее. Когда мой папа приходит в гости, и, ну, обычно же гость, тем более такой дорогой, всегда мы там угощение, обед туда-сюда, и он за столом любит приговаривать. Главное — компания. Главное как бы не еда, не то, что мы там едим и пьём, не напитки, не еда, а с кем вы их разделяете. И вот я недавно сам тоже обнаружил, оказывается, слово «компания» очень интересное. Знаете, отчего оно происходит? Латинское слово, приставка «ком» — это, ну, совместно, да, «together», там, в европейских языках «ком» так и означает «вместе с», а «пан» — это знаете что? Это хлеб. «Пан» — это хлеб. Итак, слово «компания» буквально означает люди, с которыми ты разделяешь трапезу, люди, с которыми ты разделяешь хлеб. Запомните это интересное слово, этот как бы интересный пример. То есть компания буквально с кем вместе ешь хлеб. Это не просто тусовка, это не просто там знакомые. По крайней мере, вот в оригинале слово означало именно это. И эта мысль вполне библейская. Недаром Христос в Библии говорит о совместной трапезе как о символе очень близких взаимоотношений. Помните, в Откровении Христос призывает охладевшую церковь к покаянию именно такими словами. «Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним» или в других переводах «обедать с ним». То есть совместная трапеза в Библии, вы помните, да, это часто очень важный символ близких отношений. Давайте теперь подумаем о том, что же такое церковь. Вот само понятие церковь. Какие определения или объяснения даются нам в Библии? Начнём сначала с таких аспектов. Вы замечали, что у новозаветной церкви не было своих специальных зданий? Ни единого такого примера вы не найдёте. Первые христиане собирались, где придётся. В основном где? Помните где? В основном. В основном друг у друга по домам. Да, ну храм это было уникальное, только у иерусалимских христиан было такое ещё особое место. А церковь-то уже распространялась быстро по всем городам и странам. И в основном собирались по домам. Итак, Новый Завет ничего не говорит о месте, о здании. Также вы замечали, что в Писании нет ни одной строгой инструкции касательно того, где, когда и как часто церкви следует собираться. То есть не прописано вот в таком-то месте вот такой-то должен быть ход богослужения. Не задумывались, почему так получается? А это потому, что Слово Божье говорит нам о сути того, что такое церковь. А формы, в которые может обликаться эта суть, они могут быть разные. Нам очень важно понять, что является сутью церкви. Это близкое общение Божьего народа в любви и единстве, вокруг поклонения Богу, изучения Его Слова, благовестия, совместного служения и так далее. Причём, как мы уже видели в примерах, общение — это не просто поболтать, хотя иногда и это нужно, а общение — это разделять друг с другом всё. Что они разделяли? Время, средства, свои переживания, заботы, радости, нужды, труд, таланты и так далее. Когда мы хотим глубоко разобраться в каком-то понятии, нужно обратить внимание и на сам термин, которым оно называется. Вот, я обещал, мы чуть-чуть коснёмся самого слова «церковь». Поскольку Новый Завет написан на греческом, то нам важно не русское слово «церковь», а то в оригинале. Используется греческая «экклесия». Так вот, что значит вот эта «экклесия»? Это слово не было новым в Новом Завете, то есть не появляется в Новом Завете никакого нового термина. Это было обычное, общеизвестное слово, которое всегда означало «собрание» и в греческом, и на иврите. Иисус и апостолы разговаривали, как вы догадываетесь, не на греческом, а на арамейском, то есть это как бы такой диалект еврейского «суржик», можно сказать. И поэтому за вот этим греческим «экклесия» стоит еврейское слово «кагал», которое означает «собрание». И, кстати, в Украине многим это слово тоже известно, поскольку у нас здесь было много еврейских общин в своё время, и они так и в наши дни назывались «кагал». Этим словом в Ветхом Завете всегда называется «Божий народ» – Израиль. Итак, мы подобрались к… Ну, мы можем дать определение вот этого понятия «церковь». Что значит «быть церковью»? Это значит быть собранием Божьего народа, который общается в любви и единстве вокруг поклонения Богу и изучения Его слова. Вот это и есть суть церкви. И теперь каждый может проверить себя на основе этого определения. Насколько я практически являюсь церковью, не просто состою в её списках и даже не только посещаю её, а практикую ли я свою церковность в близких отношениях с Божьим народом. потому что это и есть суть церкви. Вот нам ещё такой проверочный вопрос для этого. Давайте подумаем, как выглядит обычная нормальная дружба, даже если брать не обязательно верующих людей, даже любых, неверующих, неважно. как выглядит дружба между любыми людьми. Ну, наверное, вот вы себе представляете близкое общение, откровенность, взаимопомощь, совместное времяпровождение, визиты друг к другу в гости и так далее. Согласны? Что вот это необходимые элементы дружбы. Давайте теперь каждый из нас задаст себе этот вопрос. Есть ли у меня дружба с другими христианами? Давайте честно будем отвечать себе. Можем ли мы называть друг друга братьями и сёстрами? Те как бы библейские термины, которые мы используем. Можем ли так называть друг друга, если наши отношения не дотягивают даже до уровня дружбы? Вот сегодня всем нам такой челлендж, как сегодня модно говорить, вызов. Если нет даже дружбы, то название братья и сёстры это пустые слова. Или давайте относиться друг к другу действительно как братья и сёстры. Или не будем дерзать называть друг друга вот такими величественными словами. Хочу привести ещё один библейский пример. Мы не будем читать, чтобы сэкономить время. Я думаю, что вы хорошо помните двадцать пятую главу Матфея. Матфея двадцать пятая глава содержит три скажем так притчи. Ну или две притчи, а последнее такое описание. Притча о девах, притча о талантах и третье это Иисус описывает, ну возможно это не притча, а такое художественное описание картины его второго пришествия. Но помните, это всё одна глава. Они все объединены одной общей мыслью. Какой? Все эти три картинки о том, что желающие войти в рай оказались недостойны. и все три раза проблема не в греховных действиях, что они что-то там плохое делали, а наоборот в пассивности, в бездействии. Они не сделали необходимого. Кстати, попутно можем заметить, что чаще христиане думают, что грех это когда кто-то делает что-то плохое, запрещенное. Но в Библии не меньше подчеркивается противоположная сторона, не меньший грех в каком-то смысле не делать хорошего, как здесь, не любить, не служить. Помните, девы не были готовы, таланты там тот третий нехороший человек ничего не сделал, не послужил, закопал свой талант. И козлам Иисус говорит, в чем он их обвиняет? Не в чем-то таком плохом поступке, а в бездействии вы не сделали, а чего именно? Вы не послужили ближним, меньшим и так далее. Понятно, что мы не зарабатываем спасение делами, но любовь, добрые дела, служение это неизбежные проявления нашей спасенности. Итак, вопрос каждый из нас пусть задает сам себе, видно ли по моему служению, по моему отношению к Божьему народу, что я действительно Божья овечка. Добрый ли я и верный раб, мудрая ли я дева? Сделаем вывод. Если не понимать суть церкви как близких отношений, то легко скатиться к ошибочному мнению, что церковь это некое действие по воскресеньям, на которое достаточно ходить. Такое выражение общеизвестное ходить в церковь. Или хуже того, даже можно и не ходить, а просто посмотреть по интернету. На основании того, что мы сегодня читали и размышляли о чем, допускает ли Божье Слово такое понимание церкви. Если Святой Дух беспокоит ваше сердце об этом, то начните с молитвы. Попросите Бога яснее показать вам, какого посвящения своему народу Он хочет от вас. Начните делать практические шаги. Например, если вы не посещали собрание, начните хотя бы посещать. Если только посещали, то устремитесь к следующему уровню. Старайтесь развивать близкие дружеские отношения с братьями и сестрами. Например, присоединитесь к малой группе, служите другим христианам, приглашайте в гости к себе, посещайте других. В общем, прибудьте в любви Христовой, проявляя практическую любовь друг к другу. И в завершение я получил благословение епископа на то, чтобы сделать маленькое обсуждение. Я знаю, что у вас это тоже практикуется. Давайте теперь разделимся на маленькие группки, по три-четыре человека, например, и сразу же поразмышляем. вот три вопроса для размышления, обсуждения и применения. Первый вопрос. Насколько в нашей общине практикуется христианское общение, единство и любовь, заповеданные Христом? Второе. Как выглядит ваша, это каждый себе лично задает и отвечает, как выглядит ваша дружба с другими христианами? Чего, может быть, не хватает для настоящей дружбы? И третье. Какие практические шаги вы можете сделать, чтобы развивать то общение, единство, дружбу, любовь, которую заповедал Христос? Вот давайте сейчас у нас будет хорошая возможность и поразмышлять и обсудить, и одновременно сделать шаг в направлении практического общения. Я смотрю, мы все сидим такими парочками рассеянными, почти как слово диаспора, по всему миру рассеянные. Давайте же начнем делать шаги навстречу друг другу. Минут 5-10, я думаю, Андрей Иванович, как обычно. Да, ну, время есть у нас. Пожалуйста, по 3-4 человека, разделитесь на группки и обсудите следующие вопросы. И потом в конце, может быть, может еще у вас возникнут какие-то вопросы, мы подведем коротко итог. Хорошо, друзья, давайте подведем, подводите итоги, закругляемся, будем завершать обсуждение. Может быть, у вас появились какие-то вопросы? Или, наоборот, может быть, мысли, откровения? Дима, пожалуйста. У нас таке питание в группе, которое постоянно выникает, и мы постоянно его пытаемся уминути. Нам очень классно дружить один с одним, и у нас много, но у нас сейчас от часа поднимается вопрос в разделении группы, чтобы расти дальше. И вот вопрос, как это практично, и как практично в целом, Библия смотрит на то, чтобы группы должны расти, и крапка. Або, например, я зрозумев, что для меня группа – это как остров, в котором я могу насолоджироваться этим спелкуванием, пребыванием один с одним, дружбой, любовью один с одного. И чи потрібно нам реально? Я думаю, что я понял вопрос. Действительно, получается, мы сегодня акцентировали внимание на вот этой вот как бы обращенности церкви внутрь себя, насколько важно вот это взаимодействие, общение, служение взаимное. Но действительно, ну, понятно, что мы же как бы проповедь на одну конкретную тему, а есть и другие ценности, другие цели, которые Бог перед нами ставит. И одна из главнейших – это вот тот вектор, направленный на мир, то есть на распространение Божьего Царства, на проповедь Евангелия. И, конечно, если это все объединить, то тогда получается, конечно, церковь не может быть только зациклены на себе, и бывают такие ситуации, когда нам, если вот то, о чем мы сегодня говорили, если оно работает, то нам тогда здорово, и нам тогда не хочется никуда идти, да, а зачем нам куда-то идти? И даже мы в Библии находим такие примеры. Помните, ранняя церковь тоже в Иерусалиме там себе варилась, и как бы им было хорошо, и Богу пришлось тогда применить, помните, некоторые даже меры. Он использовал гонения, и из-за этих гонений христиане уже вынуждены были тогда покинуть Иерусалим, и вот первая, скажем, такая вот, ну, миссионерский импульс такой, он был из-за гонений, хотя им этого не хотелось сделать. Ну, и так у нас часто бывает. Ну, как это преодолеть? Ну, я думаю, что другого ответа нету, кроме как осознанно поставить перед собой вот эту цель, понимать, что да, нам хорошо быть вместе, как Пётр говорил, да, хорошо нам быть здесь, давай построим шалашики и будем тут сидеть, да, но мы должны помнить же и великое поручение, что Христос сказал, идите, и воспитывать учеников во всех народах. И поэтому, если это на уровне конкретной домашней группы, например, да, то я помню, у нас тоже когда-то была точно такая ситуация, да, мы, нам было так классно, группа такая была динамичная, такое общение, благословенное, мы там чай пили, там угощались, вместе изучали Библию, но мы понимали, что да, надо делиться. И мы как бы, ну, об этом молились, ставили такую цель и понимали, что это всегда жертва. Да, нам не хочется делиться, скажем прямо, но, но это то, к чему призвал нас Бог. Я думаю, что, ну, вот так примерно. Еще вопросы или, может, какие-то мысли, у вас откровения появились в результате обсуждения? Если нету, тогда спасибо, пусть Бог благословит всех нас быть Его Церковью. Напис binnen с это или смысл увеличивается, так же. И мы мани Anytime бут бес об новое.